Итак, Java Collections. Данный тренер, трёхчасовой, состоит из, в принципе, двух частей, таких вот основополагающих. То есть всё мы будем рассматривать в коллекции. Естественно, самые базовые вещи, которые мы рассматриваем не будем. Считается, что вы их, в принципе, знаете, такие сеги вы в Java программируете. Мы рассмотрим некоторые адванс аспекты использования коллекций, обычных коллекций, которые вы, может быть, не знали, может быть, вы узнаете, и заодно там некоторые специфические тоже моменты, которые могут вам привести к ошибкам. И вторая часть — это использование Concarry Collections. Вот здесь, почему я говорю, как хорошо и неплохо вы имеете послушать курс Concarry, для того чтобы понимать, о чём мы будем говорить, о неблокирующих алгоритмах и как реализованы эти коллекции, чем одна имплементация лучше другой и так далее. И постараемся сравнить эти имплементации, написав немножко multi-sided кода, который будет сравнивать, делать запросы в коллекции и так далее. Вот, хорошо. Так, Java Collections. Значит, в принципе, всем вам известны стандартные имплементации коллекций, которая как бы, ну, это стандартная вещь, которую все, когда изучающие Java, все начинают выучить, да, что у нас есть главный interface Collection, от него наследуется, в принципе, что, list set и kill, да, и, соответственно, есть ещё sorted у нас set и sorted... ну, и декилы, ну, направленные очень. Соответственно, есть ещё отдельная иерархия мапы и, соответственно, sorted map. Это интерфейс. Да? В зависимости от того, какую реализацию берём, там уже начинается разный прикол от нас. Наверное, базовую реализацию вы, конечно, тоже знаете, да, если у листа, какие самые такие часто употребимые, это что? ArrayList и LinkedList. И различия, я думаю, вы должны понимать, да, что ArrayList – это массив, LinkedList – это связанный список, соответственно, что связанный список, вставлять элементы, удалять быстро, находить по индексу долго, потому что надо бежать, бежать, бежать по всем, как бы, да, а то, чтобы вставить достаточно быстро, потому что указатель перекинул, и всё как бы, всё легко. С массивами, что хорошо, по индексу доступ быстрый, взял пятый элемент, пятую ячейку найдет, да. Вот, соответственно, вставка вроде как тоже быстрая, пока не превысили размер массива. То есть там размер массива по умолчанию просто дается, какое-то десятка, да, или там сколько-то. И только превышаем, идет постоянное копирование массива, всё такое. Насколько быстрая операция копирования в Java? В целом, достаточно быстрая, потому что используется, в принципе, System.rrayCoffee метод, который вызывает нативный код, который использует инструкции процессора специальные, кто учил assembly, может быть, знает, то, в принципе, перегнать одну пачку памяти в другую пачку памяти достаточно одной команды выполнить. MoogX и вперед. Это из одного адреса в другую. То есть достаточно быстро, как бы, но всё равно, как бы, немного операция занимает время. Да? Setup. Setup в основном две реализации основные. Сейчас мы подробно. хэш-сет и три-сет. Правильно? Хэш-сет – это на основе хэш-таблист, три-сет – на основе деревьев. Мапы – так же самое, да? Хэш-мап – три-мап. Не знаю, многие знают или не знают, смотрели ли или нет исходный код, но хэш-сеты, ну, вообще, хэш-эш-сет внутри реализованы на основе кэш-мапа. То есть, если посмотреть, ну, там нет какого-то дополнительного кода, там просто является стандартный хэш-мап, потому что в хэш-мапе ключи представляют собой хэш-сет, так как говоря, да? Поэтому просто хэш-мапа с нулевыми значениями. Q. Почему-то реже используются программисты. Не знаю почему, но просто как бы… Наверное, просто потому что, как бы, если сказать, что такое очередь, да? То есть это, как бы, в один конец вставляем, а с другого конца забираем, да? То есть, вот, собственно, вся очередь. Но, в принципе, большинство, наверное, так вот скажут, что в любую очередь сразу все – а, ну, linked list или там какой-то список. Ну, что, ну, логично, да? В конец списка можно вставлять, вначале забираем. В принципе, идея такая же, да? Но, как бы, очередь, сам факт того, что сам интерфейс, интерфейс-очередь, конкретные методы представляет, как, как, когда вот надо программировать в рамках какую-то задачу, где есть, как бы, очередь. Когда у вас элементы put, 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 загоняются, да? И вы take, take, take забираете. Dequeue – это двунаправленная очередь, то есть, грубо говоря, или double-sided queue, это еще переводит. Факт того, что у вас, как бы, очередь двух конца, то есть, тем фактом вы можете реализовать такую вещь, как стенд. Да? То есть, вы можете загонять и оттуда же сразу же забирать, да? Опять же, можно все делать с помощью спокойного листа, но вам зачем использовать лист, как бы, если абстракция очереди позволяет лучше выразить то, что вам надо. Ну и мало, соответственно, да? Теперь давайте некоторые вещи посмотрим, какого характера. Начнем с сета, да? То есть, у нас есть set и у нас есть созданный set. Set – это набор элементов. Вы все знаете, что все эти дубликаторы вы не можете. Правильно? Собственно, две реализации сета мы, как бы, тоже, в принципе, знаем, да? Что set у нас реализуется хэш-сетом. Соответственно, set – три сета. Благодаря чему? То есть, хэш-таблица. Там идем по хэш-коду, правильно? То есть, смотря какой хэш-код мы куда-то там засовываем элемент. И в сете, в принципе, порядок не гарантируется элементам. Почему? Потому что в хэш мы не знаем, куда он там попадет, да? И, соответственно, когда мы потом траверсим эти элементы, бежим по ним, он может в любом порядке, в принципе, получить. В три сете порядок гарантируется благодаря тому, что это дерево, оно упорядоченное, поэтому при вставке элементов там перебалансировки происходят, поэтому, когда мы проходим путь дерева, мы получаем порядок. Плюс три сеты мы получаем в ассортированном виде, да? И сортировка обеспечивается чем? В три сете. Элементы, которые вставляются, они должны быть либо implement с компарабл, да? Либо вы передаете конкретно компаратор. Туда. Прямо в этот. В три сеты. Тогда, в принципе, можно сравнить любые-любые элементы. Вот. Но в любом случае там и там у нас элементы уникальны. Возникает такой вопрос. Чем обеспечивается уникальность элементов в сете? Благодаря чему? Ну, вот вы вставляете, например, один элемент, а потом вставляете второй элемент. Сеты нужно проверить, есть ли такой элемент в сете или нет такой элемент в сете. Ну, это шкоды equals, правильно? В основном equals, да? Ну, как говорят. То есть, если один элемент equals второму, то, сори, чувак, какого элемента нет. Да. Соответственно, вот такой вот вопрос. У нас есть сет. Да? Мы создали, сделали сет и вызвали NutriSet. Да? И назначили ему компаратор. Да? Интерверс. И в этот методе компара мы возвращаем много. Вообще, что возвращает компаратор? Вы же знаете, да? Плюс один, минус один либо ноль, да? Минус один больше, там меньше, плюс один больше и ноль, если мы их как бы равны. И вот мы сделали и сделали NutriSet ноль. И теперь мы добавляем элементы, кстати. Добавить один, добавить два и еще раз добавить один. Потом печатать. Какой будет результат? Один или два? Два. Два. Два или нет. Сколько будет элементов, кстати? Так как наши мнения разделились, поэтому, как говорится, fire up eclipse, public static void main, шпандерим три строчки кода. Делаем sysset add 1, 2, 1. Делаем print и смотрим, что мы получаем в результате. Да, мы получаем один элемент списка. Один элемент списка. Отсюда главное важно запомнить, что в обычном хэш-сете, да? То уникальность обеспечивается, да, действительно, методом equals и хэш-кода. То есть вычисляется хэш-код. Бум! Мы расставимся в эту ячейку. Смотрим, по хэш-коду есть ли там какой-то элемент или нет. Если нет, окей, мы уникальны. Если нет, то мы начинаем equals сравнивать, 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 пока, собственно, не найдем элементы. А в 3 с этим уникальность обеспечивается методом compare. Там equals вообще не используется. Хотя, конечно, хотелось бы, наверное, чтобы использовался, да? Как бы по логике, наверное, казалось бы, да? Ну что, ну, ноль, значит, два элемента одинаковые. Ну пусть там дальше equals уже сравняты. Но в данном случае решили, что это глупо. Нет, если уже как бы два элемента одинаковые, ноль, значит, они уже считаются, что уникальны. Вот. И об этом очень важно помнить, когда используете тресеты и имплементируете ваши компараторы каким-то образом. Потому что... То, что я говорю, то есть пап, которым выважили 3 часа, из-за чего что компаратор был заимплеменчен не совсем верно, и equals как раз сравнивался, там, объекты тянулись из базы, и equals по этичнику, и они были не equals. То есть, ну, явно у них хаэтичники были разные, да? А компаратор в сете там, собственно, использовал, там, сравнивал по датам, там по нескольким полям он как бы ходил, так хитро-хитро сравнивал. И некоторые поля у нас там получилось как раз по север-факторникам, а часть полей всегда возвращали в труд. То есть, ну, на тех объектах они обязательно были, ну, равны. И компаратор их сравнивал, он возвращал ноль. У нас получалось, что, как бы, доставали, например, на тысячу объектов, а в сете реально было 200. И, как бы, вообще не было понятно почему, и долго думали, и там уже вдруг говорит, всё, сейчас забью на сеты, буду списки юзать. Ну, почему бы нет, да? Просто важно помнить, что в порядке обеспечивается методом compare, когда его пишите, пишите его аккуратно, осторожно, иначе могут быть проблемы. Вот, и ещё такой маленький нюанс, так, на всякий случай, большинство, наверное, знает, но всё-таки, чтобы уточнить. Хэш-сет, да, используются хэш-коды IPL. Что, если мы будем добавлять объекты с одинаковым хэш-кодом? Потеряем преимущество. А? Потеряем преимущество, ничего плохого не произойдёт. Мы получим тот же сет, получим те же уникальности, просто, что, да, мы, мягко говоря, получим обычный список, только который уникальный. Да, мы потворим. То есть, никаких проблем нет, но вы просто знаете, что такое есть. Хорошо? Теперь пойдём дальше в sorted set, да, в область sorted set, которую многие из вас знают, да. Давайте создадим sorted set integer, да, создайте такой sorted set integer. Добавьте в нём элементы от 1 до 10, да, просто в этом цикле пробежитесь, форум, да, от 1 до 10 загоните туда элементы и напишите функцию, которая getNextElement. Она на вход получает элемент и возвращает вам следующий элемент после этого. Так как она sorted set, да, он отсортированный, то, в принципе, проблем с ней никакими нету, то есть мы, как бы, можем уже, естественно, взять следующий элемент и, собственно, спокойно его сразу вывести, да, и sorted set. Мы понимаем, что такое следующий элемент, а следующий сортировки, да. Ну и, соответственно, есть пункт, если сможете, успеете, напишите, кто успеет, функцию ещё getPremElements. Да, вы даёте элемент, она вам прям коррекцию элементов возвращает предыдущих. То есть, соответственно, мы, например, данного на 10 добавили, вы даёте элемент, там, 5, она вам возвращает, там, 1, 2, 3, 4, ну, пусть 5 уже, включая, импульс, например. И getNextElement вы, там, загоняете 5, она вам возвращает 6. Напишите такую функцию, хотя бы одну, хотя бы номер 3. Если вы успеете, номер 4, system.out.println, функции тоже напишите, чтобы проверить, правильно ли работает ваше предложение. Смотрим дальше. Итак, мы написали, кто-то, молодец, там, знал shortcut, кто-то не знал, большинство написали, кому-то было тяжело, кому-то сложно, у кого-то, может быть, баги, там, возможно, закарались, да, там, на Next не проверяем, на NULL и так далее. Вещь, о которой почему-то многие программисты не знают. Вот, на самом деле, опыт показывает, практика, что многие почему-то этих вещей не знают. Оказывается, что вы взяли реализацию сорта сета какую? Трисет, правильно? На самом деле, трисет, класс, он имплементирует, если посмотреть в исходный код, интерфейс не сорта сета, он имплементирует интерфейс на VgableSet. Вот, а уже VgableSet наследуется от трисета. И вот в этом классном интерфейсе на VgableSet есть, в принципе, очень короткий, он не зря так называется, NavigableSet, да, то есть set с навигацией. Есть и прекраснейшие методы, которые вам позволяют, собственно, работать, навигироваться, ну, делать навигацию по сортированному списку. А именно, есть такие классные методы, например, lower, да, или higher. Вы даете элемент, он вам сразу lower возвращает следующий, там, ну, предыдущий элемент, да, либо следующий элемент и так далее. Соответственно, такие прекрасные методы говорят headset, detailset, да, вы загоняете элементы, он сразу выдает сорты set всех предыдущих элементов, всех прошлых элементов и так далее. Еще что поразительное, в NavigableSet есть хороший метод DescendingSet. Он вам возвращает его G, но в обратном порядке. То есть вот если тоже вас попросили бы пронавигировать мне по этому списку только в обратном порядке сортировке, да, то есть с конца начала, то как бы вы это сделали? В обычном сорты set, собственно, таких методов нет, да, а в NavigableSet и есть. Поэтому перепишите ваш код, просто замените сорты set, которые вы создали вверху на NavigableSet, да, просто замените интерфейс. А New3Set у вас остается так, как был, потому что 3Set реализует этот интерфейс на NavigableSet. И весь ваш код, который вернуть следующие элементы, вернуть списки предыдущих, превращается, в принципе, в одну строчку. Вот. Очень хорошие интерфейсы, знайте о них, пожалуйста, да, то есть они как бы тоже в Java Collection включены в стандарт. Естественно, естественно, да, раз есть NavigableSet, а мы все знаем, что set, в принципе, на основе мапа сделан, да, то есть точно таким же образом есть интерфейс NavigableMap. И класс 3 map его реализуют. Поэтому, если, понятное дело, вам нужен мап, да, и по ключам вы хотите бегать, там, получить следующий, получить предыдущий, в обратном порядке, там, DescendingMap сделать и так далее, то NavigableMap вам идеально решит все проблемы. То есть вы как бы не используете при этом конкретную реализацию, да, то есть вы обращаетесь через интерфейс, что как бы хорошо вы сохраняете всю красоту дела и жизни. Вот. Так. Не многие из вас, да, я думаю, что некоторые знают, это хорошо, если вы знаете. Но если вы не знаете, то вы его сейчас узнаете. В BlinkHashMap есть интересная вещь, то есть есть конструктор, не стандартный, дефолтовый, да. Вот мы сейчас, наверное, взяли обычный дефолтовый конструктор без параметра, да. Если внимательно посмотреть на те конструкторы, которые там есть, то там есть один очень интересный конструктор, который принимает BlinkHashMap. Немного. Немного. Друзья, как. Скорее.